Александра Андреева, актрессия Санкт-Петербурга, замечательная совершенно, которая делает много чего интересного. Очень интересный, интерактивный спектакль про музыку, про музыканты. Здесь у нас есть площадь зависимости, у нас есть клуб Шаарин. Впрочем, как в каждом из городов. И Александра делает совершенно замечательный спектакль. Вообще, в Петропавловской крепости, в Санкт-Петербурге, мы примерно в одно и то же время по одному и тому же поводу оказались здесь. Я думаю, что как многие здесь. Вы знаете, я хотела начать с вопроса. Вот я уже задала некоторым. Здесь же присутствуют репатрианты, иммигранты, которые уже имеют большой стаж. Я думаю, что многие приехали не так давно. У меня могучий стаж года и месяц. Первый год очень сложный, я думаю. Но по этому месяцу, мне кажется, что второй будет сложнее. И, в общем-то, от иммигрантов со стажем хочется, конечно, услышать что-нибудь бодрое. Что-нибудь, что еще пару месяцев и станет совсем хорошо. Вы знаете, я на самом деле очень давно готовила программу. Когда-то еще в прежние времена, когда не собиралась становиться иммигрантом, я изучала иммиграцию Серебряного века. И сейчас, когда я неожиданно для себя оказалась отчасти в этой роли, причастность к этим людям, как бы некоторая, это предыстория, которая была у еврейского народа. Вы сами знаете, 40 лет, пустыня. И внутри России, все эти постоянные иммиграции разных эпох, она неожиданно оказалась серьезной опорой. То есть ты не сам по себе иммигрант, а ты как ТЭТИ едешь практически. Ну, близко. Ну, не совсем, может быть. Но тоже, как бы, в общем-то, причастен к этому комьюнити людей, которые уехали. К сожалению, судьба многих не внушает радости, но ты надеешься, вдруг что-то, вот эта иммиграция, может быть, она, эта волна, она может быть совсем другая. И часто очень я думаю о том, а кому было сложнее. Да, вот советские иммигранты, вот те вот эволюционные иммигранты, до этого, да, вот люди, которые периодически туда-сюда бегали, а, собственно, кому было сложнее. Единственное, что я точно знаю, что я безмерно и сейчас особенно благодарна людям, которые придумали всевозможные девайсы и всевозможные сети, потому что эта возможность прямо сейчас, вот прямо здесь соединиться с людьми, которые близки, она, конечно, совершенно бесценна. Я не знаю, как люди раньше без этого жили, что они вообще делали в данной ситуации. Я сама стихи не пишу вообще. У меня, к сожалению, или к счастью, может быть, не получается, поэтому приходится брать труды иных людей. Подбирала я стихи просто потому, что откликается, вот что вот кажется сейчас прямо необходимым. Вот, все, я больше не буду говорить, я буду читать. Заранее я не готовилась, на всякий случай говорю. Все спонтанно, поэтому, если что, простите. Иосиф Бродский. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать не следует. Да, я не потеряюсь. Ах, что вы говорите, дальний путь, какой-нибудь ближайший полустанок. Ах, нет, не беспокойтесь, как-нибудь. Я вовсе налегке, без чемодана. Да-да, пора идти. Благодарю. Да-да, пора. Да, каждый понимает. Безрадостную зимнюю зарю над родиной деревню поднимают. Все кончено? Не стану возражать. Ладоник бы пожать. И до свидания. Я выздоровел. Нужно уезжать. Да-да, благодарю. За расставание. Вези меня по родине такси. Как будто бы я адрес забываю. В умолвшие поля меня неси. Я, знаешь ли, с отчизны выбываю. Как будто бы я адрес позабыл. К окошку запотевшему приникну. И над рекой, которую любил, я расплачусь и лодочника крикну. Все кончено. Теперь я не спешу. Езжай назад спокойно, ради бога. Я в небо погляжу и подышу холодным ветром берега другого. Ну вот и долгожданный переезд. Кати назад, не чувствуя печали. Когда войдешь на родине подъезд, я к берегу по логам причаю. Владимир Набоков Отвяжись. Я тебя умоляю. Вечер страшен. Гол жизни затих. Я беспомощен. Я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто больно отчизну покинул. Болен выйти на вершинах о ней. Но теперь я спустился в долину. И теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться. И без имени жить. Я готов, чтоб с тобою во снах не сходиться. Отказаться от всяческих снов. Обескровить себя. Искалечить. Не касаться любимейших книг. Применять на любое наречие. Все, что есть у меня. Мой язык. Но зато Поросия. Сквозь слезы. Сквозь траву двух несмежных могил. Сквозь дрожащие пятна березы. Сквозь все то, чем я с молоду жил. Дорогими слепыми глазами. Не смотри на меня. Пожалей. Не ищи в этой угольной яме. Не нащупывай жизни моей. Ибо годы прошли. И столетия. И за горе, за муку, за стыд. Поздно. Поздно. Никто не ответит. И душа никому не простит. Следующее стихотворение. Цветание. Знаете, я честно скажу, это очень сложное стихотворение. Оно короткое. Читать его вслух очень сложно, потому что есть постоянный шанс или уйти в какую-то истерику, или уйти в какую-то патетику. Стихи потрясающие. Читается вслух. Я читаю его первый раз вслух. Ну, заранее прошу прощения, если что. Но очень захотелось его прочитать. Здесь и эмиграция, и война все вместе. Ну, как у Цвета и обычных общих. О, слезы на глазах. Плач гнева и любви. О, Чехия в слезах, Испания в крови. О, черная гора, затмившая весь свет. Пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Отказываюсь быть в беглами нелюдей, Отказываюсь жить с волками площадей, Отказываюсь быть с акулами равнин, Отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, Не вещают глаз на твой безумный мир. Ответ один. Отказ. И мы решили, что будет справедливо и очень важно дать прозвучать тем стихам, которые написаны сейчас, которые написаны в связи со всем тем, что с нами со всеми сейчас происходит. Поэтому сейчас Татьяна Бурцкая. А когда мы увидимся? Как же я это узнаю? А когда мы обнимемся? Помнишь, тропинка весная, И на скатерти клетчатый полбутылки, Как будто кагора. А ты помнишь кузенечика В душной траве у забора? Вспоминай. Делать нечего. В ногой прискачет нескоро. Помнишь ясень от бани И обрыва оранжевой глины? Только воспоминаниями И питаемся, как солонины. Говорят, пробавлялись Плавание раньше на тросах. Помнишь острую жалость К мелкой речке, опушке, березе? Помнишь старые лестницы, Флоксы, калина резная? Только там, где мы встретимся, Ничего там не узнаем. И еще Татьяна Вольцкая. Жизнь корежится, рвется, глючит. Грузия закрывается на ключик. Где там лобио, где там климат, Что полюбится, то и отнимет. Если болото, значит болото. Если кого-то, значит того-то Не найдешь на своей подушке. Книги, друзей, по предметным, подушным Спискам сворачивают и выносят Свертком кровь, темный, венозный. Только нальешь себе чаю, Только вещи кое-как распихаешь на полку, Выйдешь во двор, голосам и краскам. Сзади дверь и захлопнет слезу. Будто скрутили апрелью на голову, А не смотри вечерами на голову. Что там, коврами торгует старик? Или земля под ногами горит? Борис Харсонский Дни изгнания, окаянные дни, Вдали от родины и от родни, Вдали от поднальчик и повседневных интриг, Вдалеке от любимой музыки и прочитанных книг. Война — это вскрывшийся, долго заревший нарыв. Не за каждым звуком сирены следует взрыв, Но и взрывы теперь не редкость. И хищник крызет края, И прошла, спотыкаясь, долгая жизнь моя. Где выпил я чашу скорби, Глядишь, она снова полна. И морская волна, как слеза солона, Где был я ненужным в течение многих лет, Как лишний блед на провинциальный балет. Это август, проклятый, Пора созревания плодов, Пора расстрелов и покинутых городов. Все для фронта, все для победы, Ее желают везде. Как прежде желали счастья И успехов в труде. Еще Борис Херсоновский. Рай, как покинутый дом, Заколочены окна и двери, Двор зарос бурьяном, А огород травой. Рядом с домашними ходят дикие звери, Каждой шерстью покрытой, Каждой душой живой. Так выглядит вечность. Ни прибыль, ни убыль, Все на живую нитку Белыми нитками шито. Но цела ократа И на замке калитка, Рядом с замком Висит табличка. Открыта. Дмитрий Коломенский. Посвящение Асии. Она здесь? Здесь. Вот она. Вам. Сейчас еще и Коломенский выскачит. Не пугайте. Откремит когда-нибудь, Отвоет. Отпадет, Ни к чем, но его отвоет. Выгнается из-под кожи дней, Выветрится из глазного донца. Это время. Мы вернемся в дом свой. Или на руины. Что вернем? Мы вернемся полно. Не вернемся. Время нас всегда обжурит. В нем все дело. В нем причина наших бед. Меночек увека на шакалев. Просигналишь мирозданию Алиев. И в ответ тебе раздастся Бет. Не объедешь на кривой кобыле. Не сплетешь из неба ли и были Нового счастливого пути. Не пройдешь кварталами другими. Скажешь Бет. В ответ услышишь Гимоль. Как там не петляй. И не крути. Мы вернемся в торжество разрухи. Где гуляет ветер однорукий. Где бессонны утренние сны. Где с глазами цвета ржавой стали. Бывшие друзья торчат крестами. В кладбище эпохи предвойны. Мы вернемся в черное подобье дома. В склепке смотрят из-под лобья окна. Где на три засова дверь на ночь запирается. А мы-то помним, как она была открыта. Всякому, кто весел и не зверь. Мы вернемся к мертвым стенам рая. Где чекит, горит, не прогорая. Прошлое. Где свищет пустота. В щели, где низги. Не домочаться. Шпалика филел не возвращаться. В прежние счастливые места. Эти не поймут. И те не примут. Из былого механизма вынут. Стержень, без которого никак. Но пока тепло. Ладонью держим. Мы друг другу и земля, и стержень. Зрение, слух, биение родника. Мы друг другу голос и опора. В черт его дери, какую пору. В бог его пойми, в какой стране. Мы с тобой одно. Не от того ли? Острой смесью радости и боли. Стих твой отзывается во мне. Выстоим в непринь и в непринь. До поры, когда хихикнет время, Наспит свой учебник про листа. До последней строчки, точки, кромки. До мгновения, когда негромко скажешь шин. Ответ услышишь. Тафф. Знаете, у меня, наверное, есть еще одно стихотворение. Цветаю. У нее все стихи очень горькие, Поэтому их сложно читать, Когда сам в несколько неуравновешенном состоянии. Кажется, что, в общем-то, Хочется что-то более, может быть, радостного. Но, тем не менее, это действительно то, Что невозможно не вспоминать, Когда сам находишься в эмиграции И думаешь о том, насколько, наверное, сложно было им всем там, В тот момент. Потому что, вот, и кому-кому, А поэтам Серебряного века вообще не позовидаешь ни разу. Я не знаю, вы, если вы, как читали воспоминания о Доевцевой, Как они уезжали. Я не знаю, как вас, Меня больше всего поражало в этих воспоминаниях, Что они как будто бы, в общем, не спешили отъезжать. Ну куда? По крайней мере, у Адуевцев. Что вроде бы как бы у них там была какая-то бурная жизнь. Они там слушали лекции, читали стихи, Что-то куда-то. Кажется, что, ну, хуже-то уже не бывает, Чем в тот момент было. И тем не менее. И Тэфи тоже. Вспоминания о Тэфи, которые поражают тем, Что она, не желая того, уезжает, Каждый раз думая, что, ну, я вот еще немножко, Но я сейчас вернусь. Ну вот я вот еще немножко, но я сейчас вернусь. И когда, наконец, она уже отплывает совсем на проходе от земли, Она глядит на эту воду, которая вот расширяется, расширяется. Она смотрит на плачок земли и думает, Ну, я же вернусь. Ну, я же вернусь. Я же, в общем, это не постоянно, это ненадолго. И одна из самых трагических, наверное, судьб, Которые меня поразили в этих воспоминаниях, Это судьба Игоря Северянова. Поэта, который, вроде бы, как бы совершенно не ассоциируется с миграцией, Который был совершенно блестяще, любимый, знаменит в Петербурге До войны, и в начале Первой мировой войны. И приехав в миграцию, если вы тоже помните, в воспоминаниях там написано, Что, находясь в миграции, ему один журнал платил небольшую пенсию. Ну, такие очень условные деньги с одним единственным условием, Что в течение месяца он должен ни разу не прислать свои стихи в редакцию. Ни разу. Потому что он забрасывал их своими стихами в надежде, что их напечатают. И им это ужасно надоело. Они сказали, деньги получишь, только никаких стихов. Я представляю, насколько, конечно, это было сложно для него и страшно. И все-таки, наверное, судьба Цветаевой для меня самая страшная и самая трагичная. Просто неумендаю. Тоска по родине. Тоска по родине. Давно разоблаченная морока. Мне абсолютно все равно, где абсолютно одинокой быть. По каким камням домой, брести с кошелкой базарной в дом, И не знающий, что мой, как госпиталь или казарный. Мне все равно, среди каких лиц ощетиниваться пленным любому. Из какой людской среды быть вытеснены непременно в себя, В виде наличия чувств. Камчатским медведем без льдины. Где мне ужиться, и не чусь, где унижаться, и не едино. Не обольщусь и языком родным. Его... Ой, секунду. И языком родным, его стремлением млечным. Мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным. Читателем, газетным тонн-клотателем, доильцем, сплетен. Двадцатого столетия он, а я до всякого столетия. Остолбеневши, как бревно, оставшиеся от аллеи. Мне все равны. Мне все равно. И, может быть, всего ровнее. Роднее бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло. Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, Что и самый лучший сыщик вдоль всей души, Всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чушьет. Всяк храм мне пуст. И все одно. И все едино. Но если на дороге пуст встает, Особенно рябина. Спасибо большое, друзья. На самом деле, я бы на этом остановилась. Мне кажется, что этого более чем достаточно. Мне кажется, что все, кто хочет что-то спеть, Или что-то рассказать свое. Начинаем петь и плясать. Спасибо большое, Саша. Дальше у нас есть закуска и пляну. Сейчас я буду.